МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Не так давно мы освещали новинки московского международного автомобильного салона. Теперь же в программе своими глазами нам предстоит познакомиться с самыми главными премьерами парижского мотор-шоу 2014. Поехали! Очень долго чехи дразнили тизерами нового поколения Шкода Фабия. Но в августе не сдержались и показали модель. Правда, на всеобщее обозрение выставили лишь сейчас, в Париже. Как и ожидалось, хатчбэк выполнен в стиле новых моделей компании Шкода. Но вот что удивительно, это то, что Фабия больше не будет скучной, потому что ее можно индивидуализировать по своему вкусу. Например, если поверить вот этому конфигуратору, то я могу выбрать цвет крыши, могу выбрать основной цвет, могу выбрать дизайн колесных дисков и их цвет тоже. А интересно, что в салоне. Ну а здесь тоже можно индивидуализировать под себя автомобиль. Например, владельцу предложат выбрать цветовое оформление передней панели, сиденья самой различной формы и, что немаловажно, мультимедийный комплекс, положенный топовой комплектацией. Он включает в себя такие функции, как SmartGate и MirrorLink. То есть водитель при наличии определенного софта на своем смартфоне может не доплачивать за опциональную навигационную систему, а просто иметь ее в своем устройстве и через провод выводить ее на центральный дисплей. Ну а в целом, по сложившейся традиции, чешский хэтч очень неплох по части эргономики салона. Да и материалы отделки стали куда лучше и приятнее на ощупь. Хэтчбэк стал на 8 мм покороче, чуть пониже и чуть пошире предшественника. Но зато место, например, в багажном отделении стало больше на 15 литров. Теперь это 330 литров полезного объема. Более того, спинки заднего ряда кресел складываются, что позволяет увеличить этот объем практически в три раза. Под капотом новинки в базовом исполнении будет располагаться трехцилиндровый литровый мотор, развивающий всего 60 лошадиных сил. Топовая же версия – это 1.4 TSI 140 сил. На выбор покупателям также предложат несколько видов коробок передач. Механика, DSG и автомат. Ну а на соседнем стенде, где разместился производитель народных автомобилей, большая премьера. Перед вами новое поколение Volkswagen Passat. Если предыдущее поколение B7, презентованное в 2010 году, было всего лишь модернизированным B6, то это совершенно новый продукт. В основе Passat B8 лежит модульная платформа концерна, которая называется MQB. Это позволило снизить вес новинки на 85 килограммов. При этом колесная база стала больше на 81 миллиметр, а общая длина автомобиля сократилась на 2. Ну а в целом модель узнаваема. И в ее облике нет никаких революционных решений, которые бы при виде этого автомобиля на дороге вводили бы в ступор. Это Passat, который, посвежев, теперь дает чуть больше комфорта для своих владельцев. Например, если поверить производителю на слово, то багажник стал вместительнее. Теперь это 586 литров, что на 21 литр больше, чем было у предшественника. Ну а в салоне все очень строго и выполнено из качественных материалов. Не хватает здесь разве что изюминки. Просто каждая кнопочка и каждый переключатель находятся ровно на том месте, где они и должны быть. И я не говорю, что это плохо. Нет, напротив, может быть, выведенная в концерне формула фактически идеальной эргономики не оставляет простора для фантазии дизайнера. Силовые установки, положенные для модели, могут только порадовать своим разнообразием. На выбор покупателям предложат аж 10 двигателей. Разумеется, моторы это и бензиновые, и дизельные, а разброс мощности от 140 лошадиных сил и до 280. А стенд японской компании Suzuki украшает совершенно новый кроссовер, который называется Vitara. Хоть у наших соотечественников на слуху Grand Vitara под именем без приписки Grand в 80-е годы производился компактный трехдверный кроссовер, который, в свою очередь, и уступил место более старшей модели. Теперь японцы решили возродить подзабытое имя, чтобы предложить клиентам нечто среднее между моделью Jimny и моделью Grand Vitara. Ну а прообразом серийной модели послужил концепт IV4, который был презентован в рамках франкфуртского автосалона в прошлом году. Ну а что касается исполнения салона, то здесь очень даже и весело. Есть какие-то яркие панели, и вообще у меня есть ощущение, что этот автомобиль придется по душе молодому поколению. Кстати, в России стоит ждать модель Vitara. Правда, как утверждают представители компании, если эта машина и появится на нашем рынке, то произойдет это не раньше конца 2015 года. Ну а компания Citroёn решила на домашней арене презентовать совершенно фантастический концепт-кар, который выпускается под суббрендом. Перед вами Divin DS. Мы уже привыкли видеть на наших дорогах автомобили серии DS, но не пытайтесь вот в этом вот концепте разглядеть совершенно новую модель. У вас этого не получится, потому что это просто новые идеи дизайнеров, которые, в свою очередь, вполне возможно, в скором будущем найдут себе применение в новых моделях, в новых поколениях серии DS. Наверное, поэтому концерт имеет очень смелое решение. Например, здесь отсутствует заднее стекло. Водителю, конечно, по идеологии модели предлагается также смотреть в салонное зеркало, но на которое теперь транслируется картинка с вот этой вот маленькой камеры заднего вида. Но в целом, глядя на красивый концепт, есть предположение, что будущие модели линейки DS будут иметь в своем облике, ну уж, очень много резких граней. Посмотрим, как скоро такое видение дизайнеров доберется до серийных моделей. Ну а основная премьера на стенде Citroёn это тоже концепт. Концепт своего неколючего кактуса. Французы идут в ногу со временем и знают, что сейчас приоритетны технологии, позволяющие экономить топливо. Так, по заверению производителя, расход концепт-кара Cactus Airflow 2L составляет всего 2 литра на 100 километров пути. Инженеры поработали над аэродинамикой, уменьшили за счет новых шин сопротивления качению, облегчили почти на 100 килограммов модель и внедрили технологию гибрид Air, которая позволила снизить расход топлива на 30%. Посмотрим, как скоро экономичный Cactus доберется до серии и сможет ли он сохранить свой умеренный аппетит. Ну а стенд компании Honda просто пестрит новыми и обновленными моделями. Первая и самая главная новость это то, что в Европу возвращается подзабытое имя HR-V. Правда, презентованная в Париже новинка это скорее предсерийный образец. Но глядя на кузовные детали, оптику и колесные диски, можно сделать вывод, что серийный HR-V будет не слишком сильно отличаться от презентованной модели. К сожалению, по технической части информации очень мало. Известно лишь то, что клиентам HR-V предложат выбор среди двух моторов. Первый это бензиновый 1.5 серии iVTEC Air Dream, а второй это дизельный 1.6 серии iDTEC. Ну а глядя на размеры, я делаю вывод, что этот кроссовер будет конкурировать с такими моделями, как Mitsubishi ISX, Suzuki SX4 S-Cross, ну а построена новинка на платформе Global Compact, на которой выпускаются такие модели, как Jazz и Fit. Ну а всем фанатам хот-хэтчей с припиской Type-R снова придется подождать, ведь по сложившейся уже традиции японцы привезли на мотор-шоу свой очередной концепт Honda Civic Type-R. Но судя по вот этой вот информационной табличке, ждать осталось совсем недолго, ведь премьера запланирована на лето 2015 года. Более того, японцы распространили уже официальный пресс-релиз, посвященный модели. И что мы имеем? Новый двухлитровый турбированный мотор мощностью 280 лошадиных сил, шестиступенчатая механическая коробка передач и специальная волшебная кнопочка Plus R, которая меняет характер автомобиля. Правда, наши фанаты подхэтча Type-R вряд ли узнают, что же это за чудо-кнопка такая, ведь эта модель, скорее всего, не доберется до нашего рынка. А по соседству разместился стенд компании Mitsubishi, на котором основной премьерой стал Outlander Concept S. Вглядитесь в эти линии и запомните их, ведь перед вами фактически предсерийный прототип обновленного Outlander, который должен дебютировать в следующем году. По информации, поступившей из достоверных инсайдерских источников, рестайлинговый Outlander сохранит харизму и смелые дизайнерские решения концепта в серийной модели. Причем кардинальные изменения грядут не только в облике кроссовера, но и, как можно увидеть, в интерьере тоже. Что ж, остается только поверить представителям компании Mitsubishi на слово и ждать следующего года. Ну а те, кому по душе путешествия всей семьей и поездки на дачу, а не посещение гоночного трека, безусловно, приглянется вот эта вот новинка от компании Ford. Перед вами второе поколение S-Max. Минивэн, сохранив узнаваемые черты, посвежел за счет нового дизайна, выполненного в стиле современных автомобилей Ford. На это, собственно, намекает вот эта вот шестиугольная решетка радиатора. Сам автомобиль построен на платформе SD4. Собственно, на этой же платформе построен Mondeo. Ну а силовые установки, положенные для второго поколения S-Max, это несколько моторчиков EcoBoost, а также дизельный двухлитровый, но с разной степенью форсировки. Интересно, что данная платформа не исключает появление также и полноприводной версии S-Max, а это отличный конструктивный повод для того, чтобы расширить потенциальную аудиторию этого минивэна. На будущих владельцев второго поколения Ford S-Max можно порадовать вот чем. Здесь, в принципе, неплохие материалы отделки. Все очень приятно на ощупь и отлично подогнано друг к другу. Еще хорошим бонусом является то, что второй ряд сидений и третий теперь опционально могут быть наделены механизмом электроскладывания. Также водитель и передний пассажир получают такие функции, как подогрев сидений, вентиляцию сидений и, что немаловажно, массаж. А другой минивэн от французов, хоть и вряд ли доберется до нашей страны, но выглядит очень эффектно. Поэтому и собирал вокруг себя толпы журналистов. Renault S-Pace нового поколения впитал в себя смелость дизайна, передовые технологии компании и непередаваемый французский шарм. Материалы отделки на высшем уровне, как, собственно, и сам дизайн. Да и по части практичности минивэн не подкачал. Особенно обращает на себя внимание механизм складывания задних рядов сидений. За считанные секунды можно добиться пятикратного увеличения объема багажного отделения с идеально ровным полом. На этом на сегодня все, но в следующей программе мы продолжим вас знакомить самыми яркими премьерами парижского мотор-шоу. Оставайтесь с нами, будет интересно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова